Здравствуйте, друзья! Вот что я бы вам хотел сегодня рассказать. Несколько месяцев назад мы были в Кисловодске у наших друзей. Одной из причин, зачем мы туда ездили, было то, что примерно с год назад мы узнали, что наши друзья примерно больше 30 лет назад были свидетелями необъяснимого явления, как сейчас говорят, неопознанное воздушное явление. Если по-старому сказать, то это они встретились с неопознанным летающим объектом, когда ехали из одного места в другое и по пути решили остановиться, пособирать немножечко помидорчиков в поле. Вот это происходило все в 1988 году, примерно конец августа, начало сентября, примерно 18-19 часов вечера. Вот примерно так это было. И ехали они из станицы Лысогорской. Там у девушки, которая рассказывала, папа как раз был на пасеке. И он там... В общем, они его посетили и ехали от него потом домой. Вот, ехали они по трассе Георгиевск-Пятигорск. Ехали со стороны Лысогорска в сторону Пятигорска. Не доезжая примерно два километра до Георгиевского круга, это развилка на Кабардино-Балкарию, на Пятигорск и на Юцу. Есть там поселок такой южнее Пятигорска, Юца называется. Там были поля с помидорами. Остановили машину и вышли в поле пособирать немножко помидорков. Ну, собирали минут 10, наверное, к себе в подол. Что успели, похватали себе в подол. И она, как сказала, вот очевидец всех этих событий, не помнит, кто ее свекров или ее мама. Вдруг как закричали, ой, смотрите. Соответственно, на нее все посмотрели. Она смотрела вверх, в небо, показывала туда пальцем. Вот. Вот они туда все посмотрели и увидели, что прямо над ними остановилась какая-то, ну не остановилась, а висела какая-то большая непонятная штука. Она остановилась, как они сказали, прямо над нами. Ее хорошо было видно на высоте примерно 100-200 метров. С самой тарелки, ну как тарелки, ее не было видно. Было видно какие-то светящиеся огоньки, на которые они все обратили внимание. Как пять пальцев, вот как она показала, вот так, как будто вот, 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 как будто пять пальцев и из них вот лучами светился свет. Свет был желтого цвета. Видно было только огоньки. Сам объект они не видели, ну, по крайней мере, вот свидетельство не заметила, не могла рассказать, что это было. Вот так вот зависли над нами вот эти огоньки и мы увидели, что что-то зависло и и давай деру, драпать, как она сказала. Как она говорит, мы даже не оборачивались и не видели, улетела она или что-то там было дальше. Все рванули в машину, сели и сразу уехали. Вот, ее муж тоже видел вот этот объект, эти огни и понимал, от чего они драпают. Вот, поэтому дальше они ничего не видели, так как никто за этими огнями не наблюдал. Им хотелось как можно скорее и как можно дальше убежать от этого места, уехать. В этом поле с ними рядом больше никого не было. Вот, поэтому, ну, на кого-то еще сослаться она не могла. На мой вопрос, могло ли быть так, что они выходили на поле, а эта тарелка уже, ну, тарелка, не тарелка, что-то там штука, а эта уже висела и светилась с гирляндами огней. Она сказала, нет, мы бы это сразу увидели, потому что там, ну, ничего не было. Обычно, когда человек выходит из машины, он смотрит на поле, смотрит на горизонт, на небо, ну, на мой взгляд, это естественно. Я несколько раз так проделывал и, да, заметил, что да, так и происходит. Когда выходили из машины, все смотрели, вот, по всем сторонам и горизонт, как она сказала, был чист, там ничего не было. Заметили почти сразу после ее появления, потому что она была, ну, очень яркая, ну, не она, а они, вот эти огни. Они были очень яркие. Она говорит, что это было, вот, вернее, я им говорю, что это довольно странно, когда вы находитесь в поле, собираете помидоры, вы все сосредоточены на вот этих вот овощах, ваш взор обращен вниз, в сторону земли и вдруг вы замечаете какой-то объект. Но она сказала, я не помню, как это происходило, помню, что кто-то крикнул, ой, смотрите, мы подняли глаза, посмотрели на того, кто кричал, потом посмотрели наверх, там висит вот эта фигня над нами и мы драпанули. Вот. Я ее просил вспомнить что-нибудь вот из, в окружающей природе, что-то поменялось, ну, допустим, до этого они слышали пение птичек, хруст, ботвы под ногами, какие-то другие окружающие шумы природы, допустим, от машин на дороге, еще что-нибудь. Она сказала, что этого ничего не помнит. Она четко помнит срушание ног ботву, когда они шли в поле, прочие какие-то звуки, но ничего не помнит, когда уже они бежали назад к машине. Слышала, что, ну, вот не может вспомнить, чтобы она что-то слышала. Это не потому, что там ничего не было, а просто она не обратила на это внимание, у нее была цель спастись, вот, сберечь свою жизнь. Поэтому она сказала, мы там все побросали, ничего с собой с поля не взяли, и все три женщины рванули в машину. Я отдельно спросил, употребляли ли они что-нибудь в этот день или накануне. Она сказала, нет, ну что ты, накануне, ну, это была рабочая неделя, и под конец рабочей недели они поехали к ее папе на вот эту пасеку, где он был. И не знаю, зачем там, может быть, продукты отвезти, может, меда собрать, ну, не знаю, зачем. Ну, в общем, все четверо были трезвы. Четверо – это еще муж вот моей очевидицы, которая рассказывала мне все это. Он, разумеется, тоже был трезв, потому что он сидел за рулем автомобиля. Вот. И они никто ничего, ну, раньше вообще люди редко прикладывались к этому делу, а они вообще не любители этих спиртных вещей. Спрашиваю, почему побежали. Какая-то неизвестность испугала или почувствовали страх. Ну, как известно, страх и является неизвестностью, является следствием неизвестности. Сказала, что почувствовали именно страх. Все вместе. И даже потом, когда они бежали, сели в машину, не было ни малейшего желания посмотреть назад, вот в эту сторону, что там происходило. Уже потом, когда приехали домой, спросил, что происходило с вами, кому рассказывали, что вообще было дальше с вами. А он сказал, да все нормально было, ну, посмеялись, кому-то там рассказали, ну, практически не держали, не делали из этого секрета, потому что, как я понял, там это довольно частое событие, то есть довольно часто люди видят вот эти тарелки. По крайней мере, раньше видели часто. И друг с другом они вот этими всеми событиями делились. Вот. Ночью тоже сказала, что спала нормально. Ну, в общем, она не запомнила ничего экстраординарного из того события. Ничего не приснилось, никаких неприятных ощущений. Ну, вообще ничего не было. Еще она сказала, что по ее ощущениям никакого контакта в том моменте, как она полагает, тоже не было. Но мы-то знаем, что на самом деле вот эти моменты контактов, если они и бывают с людьми, то, как правило, те товарищи, которые выходят на контакт с людьми, они амнезируют те места в коре головного мозга, или где там это происходит, я не знаю точно. Короче, люди забывают этот момент о контакте. Ну, соответственно, я предполагал, что возможно, там что-то могло быть. Но не факт, что оно было. Поэтому вот я ее просил еще больше рассказать что-нибудь о том, что она запомнила об объекте до того, как мы с ней дальше пойдем в глубокое погружение. Ну, практически больше она ничего рассказать не смогла, вероятно потому, что сам объект был в тени, так скажем, ярких огней, которые он озвучал снизу. Вот. И сказала, что других свидетелей, вот кроме их четверых, в тот момент в этом месте больше никого она не видела. То есть, другие машины-то проезжали, ну, раньше это, если 88-89 год, машин было, конечно, значительно меньше, чем сейчас. Но никто больше на дороге не остановился. Они здесь, ни дальше, ни ближе. То есть, они никого не заметили. Также, надо сказать, что очень часто они прилетают в район Большого седла, так называемое Большое седло. Это в парке, Олимпийский комплекс. Там есть Малое седло, есть Большое седло. Это Кисловодск, если кто знает. Это рядом с верхней станцией канатной дороги. Дальше там, от этой верхней станции, по-моему, в северную сторону, в сторону Эльбруса, ведет тропинка. По этой тропинке люди ходят на Малое седло. А от Малого седла есть дорожка до Большого седла. Вот именно в то место, как она сказала, и по, опять же, там свидетельствам других очевидцев кисловодских, сказали, туда довольно часто прилетают вот эти товарищи оттуда. По какой надобности они туда прилетают, не знаю. В общем, что мы делали дальше? Дальше мы провели погружение. Погружение в максимально глубокую стадию, по-моему, по каткову, это стадия 3-3. Это сомнобулический транс. Как мы это проверили? Она не могла открыть глаза, не могла поднять ни одну руку, ни одну ногу, не могла пошевелить даже пальцем, ни на одной руке. Ну, пальцы на руках-то я видел, поэтому мог и просил, прям просил ее, ну, проверку делал, сможет ли она пошевелить хотя бы пальцем. Про руки и ноги вообще речи нет, она не могла ничего поднять, не могла оторвать от кровати, на которой лежала. Также она не могла говорить. Я ее просил сказать какие-нибудь слова, ну, все что угодно, некоторые слова даже для примера просил ее сказать, но она не могла тоже это сказать. Потом, разумеется, ну, это все было сделано для проверки, что она находится в самой глубочайшей стадии транса. Это сомнобулический транс. Потом, разумеется, для того, чтобы мы с ней могли общаться, разрешили ей разговаривать, включили голосовые функции, голосовые связки, проверили, да, она может говорить, но при этом она находилась также в глубочайшем трансе. И дальше мы начали изучать то пространство потихонечку, по шагам, ну, дальше вы в записи увидите. Единственное, что сразу хочу сказать, я вырезал там очень большие паузы, ну, примерно больше пяти секунд, вот на, практически на каждый вопрос, больше пяти, десяти секунд пауза перед тем, как она отвечала. Особенно это будет заметно, ну, наверное, не будет заметно, потому что пауза-то я вырезал, но они очень длительные. Когда мы уже сделали попытку связаться и начать как-то контактировать, разговаривать с обитателями вот этого объекта. Да, мы сделали такую попытку, что там будет дальше, это вы увидите, услышите в записи. В записи голос моей собеседницы изменен, ну, потому что она не давала, ну, я не спрашивал разрешение на выкладывание, это общий доступ, поэтому это у меня обычная практика, меняю, насколько это возможно, голос. Если я вот где-то увижу, что там этот голос не очень четко звучит, я сделаю титры. В записи я сделаю титры, вы их увидите, так вам будет легче понять, что она отвечала. Я надеюсь, что вам будет интересно смотреть этот ролик, и полагаю, что у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, предложения, какие вопросы можно было бы еще задать вот во время такого сеанса. Там сильно много вопросов задавать я не мог, у меня вопросов в перечне был значительно больше в список, чем те, которые я задал, потому что у человека заканчивался ресурс. Но кто знает, кто работает с гипнозом, с регрессией, тот знает, что чем глубже стадия погружения, тем быстрее у человека заканчивается ресурс. То есть, если у него поверхностный транс, он может довольно долго чирикать. Часа три бывает, и пять, и шесть, и семь. Но это редко бывает. А чем глубже с погружением, чем сильнее отключка, тем быстрее человек устает. И потом она там еще сказала, что у нее довольно длительный промежуток времени уходил на переваривание той информации, которую она получала, и для того, чтобы ее можно было перевести в наш русский язык, в читабельный, и тот, который она могла бы воспроизвести. В общем, слушайте, смотрите, пишите, задавайте вопросы. И если кто-то вас желает пройти аналогичную сессию для того, чтобы узнать, а что с ним было, когда он встретился с НЛО. Таких людей я знаю очень много, но многие боятся в этом признаться. Многие боятся понять, что на самом деле это была какая-то их иллюзия, какая-то фантазия. Если вы на самом деле хотите с этим вопросом разобраться, обращайтесь. Вместе мы постараемся пройти этот путь и откопать, где там, что на самом деле происходило. Фантазия эта вследствие просмотренных фильмов, прочитанных книг, либо какие-то мечты, либо на самом деле имел место и был случай вот такой встречи с НЛО. А также вы сами, вероятно, не сможете вспомнить деталей вот этого происшествия, вот этого события. Потому что, еще раз повторюсь, как правило, эти ребята оттуда, они стирают из памяти людей то, что может навредить в первую очередь самим людям. Но так как уже прошло какое-то время и само событие вас не убило, вы до сих пор живы, здоровы, то для того, чтобы разобраться с этим событием, если, разумеется, еще раз подчеркну, у вас есть на это желание и вы не боитесь заходить в это пространство. Честно вам скажу, положа руку на сердце, ладно, не буду никаких глядвов произносить, совершенно ничего страшного в этом мероприятии нет, это абсолютно нормально, это спокойно, и гипноз – это абсолютно такое ежедневное событие. Каждый день, когда вы ложитесь спать, вы впадаете в это состояние перед тем, как полностью отключиться и уйти в состояние сна. В общем, буду рад вашим вопросам, предложениям, пожеланиям и предложениям к дальнейшему сотрудничеству. Все. Пока. Приятного просмотра. И сейчас, когда дверь откроется, ты выйдешь в то место, в поле, где вы когда-то оказались в далеком 89-м году, и сейчас эти события начинают всплывать и разворачиваться в твоей памяти. И ты выходишь на дорогу из машины, в которой вы ехали домой. Ты ехал со своим мужем, со своей мамой и с мамой своего мужа. И с левой стороны от машины находится поле, на котором растут помидоры, которых вам захотелось немножко собрать. Вот вы втроем идете по этому полю, вы слышите запах этих помидор, этой зелени помидорной, слышите, как оно пахнет, вы слышите окружающие звуки. Скажи, пожалуйста, какой запах ты сейчас там чувствуешь, находясь в том месте, где вы были в поле? Какие запахи ты слышишь? Запах травы. Угу, трава. Скажи, пожалуйста, какие звуки ты слышишь? Что там тебя отражает? Что слышно? Слышно ли пение птичек или жирчание сверчков, жижение? Любые звуки какие слышишь? Что там слышно? Может быть, в чем ветер? Хруст ботвы. Хруст ботвы. Очень хорошо. Угу. Хруст ботвы. Что там происходит дальше? Вы вышли в поле, примерно в середину поля. Может быть, дальше, может быть, ближе, это не важно. Что дальше происходит? Что вы делаете? Собираем помидоры. Угу, собираем помидоры. Собираем помидоры. Что происходит дальше? Какое событие произошло дальше, которое заставило вас отвлечься от этих помидоров? Что произошло? Постарайся увидеть это максимально в деталях. Ты сейчас там и полностью вся твоя память, она полностью разворачивается, восстанавливается все события того времени, того участка времени, в котором вы присутствовали. Что там происходит? Вспомни это. Это есть у тебя в памяти. Позволь этому проявиться. Разреши. Ты управляешь полностью своей памятью, и ты имеешь право разрешить себе вспомнить все до последнего мгновения, потому что это событие твоей жизни. Никто не вправе управлять или запрещать тебе вспоминать то, что там произошло. Вспомни, что там произошло. Может быть, что-то произошло, что заставило вас остановиться именно в этом месте и выйти именно в это поле. Почувствуй сейчас. Мама поднялась. Твоя мама. Так. Угу. Крестой смотрите. Угу. Подняли голову. Вы все вместе подняли голову, да? Да. Угу. Что вы там увидели? Ты что увидела? Я видела тучки, светящиеся. Прямо в нами. Угу. Сколько их было? Посчитай сейчас. Вот сейчас там время остановилось. Ничто никуда не торопит вас. Вам там ничего не угрожает. Конкретно тебе ничего не угрожает. И твоей маме, если крови тоже ничего не угрожает. Поэтому ты можешь остановить время и спокойно посмотреть, что там находится. Посчитай их спокойно, не торопясь. Опиши то, что там находится. Рассмотри это все в деталях. Тогда ты можешь выделить частичку себя, частичку своей энергии и подлететь к этому объекту ближе с тем, чтобы рассмотреть его в деталях, что это такое. Частичка тебя может отделиться от тебя, как луч внимания, который ты отправляешь туда, к этому объекту, чтобы посмотреть, что это такое, на что он похож. Как выглядит? Сколько там этих точек? Какого цвета объект? Объект круглый. Покруг лампочки. Покруг лампочки очень хорошо. Какого цвета лампочки? Пятенькие желтые. Желтые. Желтые лампочки. Много там этих лампочек? Если их больше десяти, скажи, что больше десяти. Если меньше, то... Меньше десяти. Постарайся посчитать. Сколько их там примерно? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сколько? Какая цифра больше называется? Семь. Семь? Очень хорошо. Семь лампочек. А скажи, пожалуйста, как они расположены? Они расположены под днищем этого объекта или по периметру, по внешнему? Нет, под днищем. Под днищем. Под днищем. А этот объект, он плоский или вытянутый в верхнюю, нижнюю сторону, если он круглый? Какой формы? Дно плоское. Дно плоское. Угу. А сверху? Сверху его не видно. Угу. Мы смотрим на него снизу. Угу. Очень хорошо. А скажи, пожалуйста, примерно на какой высоте он строго над вами находился? Он строго над нами. Угу. На какой высоте примерно он находился? Сколько это? Десять, пятьдесят, сто или сто пятьдесят метров или еще выше? Какая цифра появится у тебя в голове в внутреннем озоре? Метра двести. Двести. Двести метров. Очень хорошо. А какого диаметра примерно этот объект, если он на высоте двести метров от вас? Примерно какого диаметра? Ты можешь к нему подняться и посмотреть и сопоставить со своим телом, с размерами своего тела. И сравнить, какой диаметр этого объекта? Метра пять. Метра пять. Пять метров. Очень хорошо. Какого цвета? Сейчас вижу как будто стальной. 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 Кроме этих огоньков что-нибудь еще видно на этом объекте? Нет. Только в нижней части? Да. Вот эти огоньки. Очень хорошо. Они горели постоянным светом или мерцами? Нет, постоянным. Постоянным светом. Очень хорошо. Скажи, пожалуйста, что дальше происходило? Что вы почувствовали? Конкретно, что ты почувствовала, когда заметила, что сверху вот этот объект с огоньками, он светится как-то? Что ты почувствовала? Может быть, ты услышала что-то в голове или что-то почувствовала в теле? Что с тобой происходило? То есть были ли какие-то отклики, где угодно? Я решила, что надо уходить. Почему ты так решила? Ну, я отвернулась от него и стала бежать. Почему ты стала от него бежать? Что тебя застал? Не знаю. Почувствуй. Почувствуй. Что заставило тебя бежать от него? Твое какое-то внутреннее ощущение, Илья? Ну, какой-то холод, наверное. А в какой части тела? Где холод? Во всем теле или где-то, как в ветром? Ну, во всем теле. Во всем теле. А этот холод был внутри тела или снаружи? Нет, снаружи. Как можно описать? Как будто попал в холодильник или как будто подул холодный ветер? Как или с чем-то другим? Как можно сравнить это ощущение? Как кондиционер. Как поток воздуха из кондиционера? Да. Угу. Этот поток воздуха был неприятный? Он такой леденящий. Леденящий снаружи. И захотелось из-за этого бежать? Да. А постарайся сейчас вспомнить, были ли какие-либо мысли при этом, когда ты почувствовала вот этот холод снаружи? Мысли или ощущения, или эмоции? Ну, подумал, что это инопланетяне. Угу. Кроме этих мыслей, что подумал, что это инопланетяне, еще какие-то мысли были? Нет. Или ощущения? Нет. А чувства какие-то были? Нет. А что заставило бежать, кроме того, что снаружи как холод? Ну, какое ощущение? Конечно, что надо уходить. Угу. Это твое личное было ощущение? Или оно было как бы послано тебе? Или дано тебе? Ты его почувствовал? Нет. Личное. То есть твое? Угу. Какое ощущение тебя заставило так думать, что надо бежать? Это был страх или какие-то другие эмоции, оказаться в безопасности? Что подтолкнуло к этому? Скорее всего, бежать с этого места. Безопасно. Ну, побежать к машине. Угу. Что дальше происходило? Почувствуй, что дальше происходило вот с этим объектом. Ты можешь, продолжая бежать к машине, можешь мысленно взором обернуться к нему и посмотреть, что с ним происходит дальше. Как он себя ведет. Меняется ли расположение огней? Может быть, появляется какое-то вращение самого объекта? Или, может быть, происходит какое-то изменение его высоты или местоположения? Ты можешь мысленно обернуться, пока ты бежишь к машине. Мысленно можешь обернуться и посмотреть, что происходило с объектом. Потому что ты была в этой ситуации и ты знаешь все нюансы этой ситуации. Все события. Даже если ты его не видела, ты знаешь, что там происходило. Он поднялся вверх. Угу. И быстро исчез. А вертикально вверх? Нет, он ушел за горизонт. А ты сказал, он поднялся? Он поднялся, а потом быстро улетел. По горизонту ушел? Да. В какую сторону он ушел? В сторону горизонта. А в сторону горизонта в какую сторону? В сторону Пятигорска, в противоположную сторону, куда-то перпендикулярно? Ну, нет, от дороги перпендикулярно. Угу. Очень хорошо. Очень хорошо. А сейчас ты можешь почувствовать, проникнуть внутрь этой тарелки. Твоим мыслям ничто не мешает и ничто не может сопротивляться. Ты можешь заглянуть внутрь и почувствовать. Эта тарелка там была до того, как вы вышли на это поле и потом как-то себя проявила, когда вы там оказались под ним, под этим объектом. Или этот объект появился уже после того, как вы были на поле, просто вы его не заметили? Нет, его там не было. Мы дошли, не видели ничего. Угу. Угу. Очень хорошо. А сейчас, если мысленно представишь, что ты находишься внутри этой тарелки, ты мысленно можешь проникнуть в эту тарелку, ничто тебе не помешает. Посмотри, есть ли там внутри какие-то живые объекты? Или она пуста или управляется как-то издалека какими-то по радиоуправлению? Есть ли что-нибудь живое в этой тарелке? Почувствуй. Живое всегда чувствуется, даже на большом расстоянии. Позволь себе это почувствовать. Разреши. Было в ней что-то живое или нет. Ты можешь мысленно вставать в эту тарелку и посмотреть, что там находится внутри. Есть ощущение чего-то внутри? Или нет? Или не можешь почувствовать? Никакого. Там внутри как-то темно. Угу. А скажи, пожалуйста, есть ли сопротивление твоему проникновению того, что находится внутри? Может быть, тебя туда не пускают? Или ты сама не можешь туда проникнуть? Или может быть, на самом деле темно, потому что там ничего уже не угодит? Какой ближе ответ? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон